Привет, друзья! Сегодня вновь большой тест автомобиля, который я проводил в течение нескольких недель. Ну, приблизительно 2000 километров я на нем проехал. Я смог сделать инструментальный тест, который расскажет нам о комфорте этого автомобиля по сравнению с другими автомобилями. Проделал сравнительные испытания с другим гибридом на протяжении 400 километров. То есть будем сравнивать таблички по расходу электроэнергии. Покажу, как пачкаются зеркала, стекла, поговорим о чистоте камеры немножко. Ну, когда у нас плохие погодные условия, это все летит на трассе, я все снял. Тормоза, динамика, двигатель, подвеска. Вот все, что узнал, обо всем этом сегодня и поговорим. Плюс ко всему, поговорим с кандидатом химических наук о батареях на морозе, какие процессы там происходят. Ну и небольшая историческая справка про ЛиАвто. И да, я ничего не продаю. К прошлому тесту с Воя Фри было очень много комментариев про тестируя Л7, про тестируя Л9. Да где же их взять-то, друзья? Это автомобили такого вот класса, которые купить просто так для теста, я, например, не могу, как и наверняка многие из вас. И брать на денек другой у тех, кто возит в обмен на рекламу, я вот не вижу в этом никакого смысла, потому что за такой короткий срок, там день-два, автомобиль узнать невозможно. Я так считаю. Им нужно повладеть, поездить на дальние расстояния. Потому что сегодня он тебе кажется одним, а завтра уже совершенно другим. Послезавтра ты узнаешь еще какую-то информацию дополнительную, и тебе все это уже окрашивает совершенно другие цвета. Вот. И потом все это надо как-то совместить. Сделать тесты, которые я вот обычно планирую для автомобилей. И после этого только я смогу уже сделать какие-то выводы. И вмешался во все это дело случай. Я познакомился с клубом любителей электротранспорта, как они сами себя зарекомендовали. Ну, они же и продают автомобили. Компания Rukars. Они начинали со встреч любителей, и большинство передвигалось на маленьких Nissan Leaf и Tesla. Потом самоорганизовались и начали привозить автомобили. И вот у них теперь есть даже аренда. Это как раз то, что мне нужно, и то, что я продвигаю. Друзья, не покупайте автомобили по обзорам. Хуже не придумаешь. Желательно, конечно, вот аренда, да, несколько дней повладеть автомобилем. Один, два, ну, в зависимости от стоимости автомобиля, арендой, конечно же, автомобиля, можно разориться и взять вот так вот на денек-другой. Потому что даже тест-драйв не дает такого полного и правильного впечатления об автомобиле. И нужно это сделать для того, чтобы избежать такой дорогостоящей ошибки. Врукарс посмотрели мое предыдущее видео с тестом Войфри и дали мне вот этот вот L9 в аренду, но бесплатно. Потому что они сказали, что в их интересах, если люди больше понимают и узнают об автомобилях, которые собираются приобретать, и четко понимают минусы. Мне такой подход импонирует. И таким образом у меня появилась возможность сделать всесторонний тест автомобиля, о котором все говорят. Но совсем еще недавно, несколько лет назад, мы о них вообще ничего не знали. Так откуда вообще появилась компания Лиавто? Вся история компании Лисянь или на международном рынке Лиавто – это очередной рассказ о бизнесе из гаража. В этот раз по-китайски. Родоначальника автомобильного концерна зовут Лисянь, как и название компании. Но произносится одинаково, а иероглифы разные. Название авто – мечта или идеал. И к нему на самом деле идет в комплекте еще один иероглиф – чичо, про который не говорят. Он означает «автомобиль», и фактически китайское название марки переводится как «идеальный автомобиль» или «автомобиль мечты». Товарищ Лисянь решил без лишней скромности. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. И вот у этого Лисяня в юности был сайт по продаже бытовой электроники – онлайн-магазин, который он открыл еще в 99-м году, в 18 лет. Позже на нем Лисянь завел раздел с автотолларами. Там же начали появляться автомобили и информация по ним. В итоге автонаправление стало отдельным порталом компании по автомобилям – автохоум – крупнейшим в Китае. Наподобие нашего автору, но только влиятельнее. Официальная история говорит о том, что Лисянь один из первых купил Tesla Model S и заразился идеей электромобилей. Продав долю в автохоум, Лисянь решил разработать маленький электромобиль и большой внедорожник. Но с маленьким автомобилем не заладилось. Такой формат в Китае так и не удалось легализовать, и всю линию со всеми остатками запчастей решено было продать. Не получилось, как у Прохорова с ее мобилем. Но если Прохоров по официальной версии остыл к проекту, то Лисянь решил делать большой автомобиль с намеком на премиум. Но не чистый электромобиль, а гибрид, двигатель внутреннего сгорания которого только заряжает батарею и не имеет привода на колеса. В итоге в 2019 году появился первый автомобиль, который так и назывался – Уан. Ли Уан. По произношению напоминает китайцам две самые популярные фамилии в Китае – Ли и Уан. Сейчас эта модель уже снята с производства. Начиналось все при участии компании Ли Фан. В Китае очень сложный процесс легализации производства автомобилей, несмотря на то, что там больше 400 марок. Просто все вот эти вот бренды, которые существуют, это такие суббренды, потому что ими владеют основные бренды, которых уже не так много. И вот благодаря заводу Ли Фан удалось производство Ли Авто начать. Поставки Ли Уан начались в 2020 году. В то же время Лисянь выходит на биржу и привлекает инвесторов, среди которых разработчики сети и приложения ТикТок. Вы вдумайтесь, автомобили, которые сегодня знают во всем мире, начались с модели, которая появилась всего 4 года назад, а компания основана в 2015 году. Воя, о которой я рассказывал в предыдущем видео, помладше. Компания появилась в 2020 году. Но это дочка китайского гиганта Донг Фенг. А тут настоящий стартап, ну, по крайней мере, официально не имеющий корней в автопромышленности. Ресурсы Газпрома пишут, что Лисянь был каким-то директором Экспенг, поэтому все удалось. Но мне в истории Лисяня такого фрагмента не попадалось. Похоже на очередную выдумку Газпром Медиа. Есть только свидетельства их хороших отношений. Вот на этой фотке Хе Сяопен из Экспенг, ну, Экспенг там вроде бы и произносится как Сяопенг, Ли Бинь из Нио и Лисянь делят китайский рынок. Но это было чуть ранее. Сейчас китайцы считают, что эти трое становятся врагами. До 2021 года компания была убыточной, но успешно привлекала инвестиции. Уже совсем недавно, в 2022 году, на рынок вышел автомобиль, о котором сегодня пойдет речь. Л9, затем Л8, Л7. И вот совсем скоро поедут первые Л6, у которых отличия только в габаритах и мелочах. В которых вся суть, как вы знаете. У Л6 только другой тип батареи еще будет. Ну, а об особенностях батареи в отдельном блоке. Этот Лисянь, ну, основатель которой, молодой еще в сущности человек, да он даже младше меня, ему там 42-43 года. Раньше все важные дяди были старше, а в какой-то момент все пошло в обратную сторону. И вот по официальной версии этот Лисянь забросил школу для того, чтобы работать. И вот, честно говоря, такой вот шаблонный миллионер из трущоб. Но мы с вами здесь собрались для того, чтобы говорить об автомобилях, поэтому давайте к делу. Начнем с информации о том, сколько жрет Л9, и может ли он сам себя заряжать, и на какой скорости это происходит. Это наиболее частые вопросы, которые задавались после теста в Войфри, хотя на самом деле в видео я все рассказал. И самый первый тест я проделал групповой. Я еду примерно 100 километров, насколько хватит батареи, в одну сторону на Л9, вслед за Войфри. Войфри двигается на круиз-контроле, Л9 двигается за ним, на адаптивном круизе. В конечной точке заряжаем оба автомобиля на быстрой зарядке и едем в обратную сторону. Только теперь уже Л9 будет первым, а за ним Войфри. Батарея Л9 имеет емкость 44,5 киловатт часа для использования только в электрическом режиме. Доступна по умолчанию 80%, как на Вое. То есть несложно посчитать, что в теории доступна для расхода 35,6 киловатт часа. Но в итоге я получил другие данные. Как бы я ни пытался ехать, я упираюсь в то, что батарея мне может отдать максимум 25 киловатт часов. Исключение скорость 130 километров в час. Тут получилось 27,3. Если вы посмотрите на расчет внимательно, то заметите, что на Вое данные получились один к одному. По расчету на Вое должно оставаться для движения на электричестве 26,4 киловатт часа. То есть эти самые 80% из заявленных 33 киловатт часов. И в целом так и получается. То есть расчет это верный. Но вот с данными L9 что-то не то. У нас куда-то пропали 10 киловатт часов. Ну и может быть даже более. Пример. Я проехал 95 километров за 1 час 13 минут. Получили средний расход 24,9 киловатт часа на 100 километров. А всего у нас должно быть 35,6. И куда делась десятка? Загадка. Значит, в реальности. Либо расход выше, чем рисует компьютер L9. Либо батарея не дает весь доступный объем. То есть 44,5 это брутто батарея. А нет, нам просто неизвестно. То есть производитель дает нам из этой батареи только 30 киловатт часов использовать. Из которых для движения только на электричестве, без принудительной разблокировки, мы можем использовать только 25. Другой вариант. С обозначениями все в порядке, как и предполагается по расчетам. Но чуть более чем за год и 23 тысяч километров батарея деградировала. Но я такой вариант не рассматриваю. Так как очень сильная деградация получается за такой короткий срок и пробег, ну это нереально просто. И нужно, конечно, подтверждение на новой машине с новой батареей. А судя по отзывам, примерно такой пробег на батарее у всех. Еще раз отмечу, что в случае Voy-Free все расчеты один к одному получаются. Еще вариант. Ли что-то мутит с подсчетом. Допустим, показывает только расход моторов, поэтому такой подсчет и получается. Если врет, то реальный расход может отличаться на 42%. Я активировал режим принудительного движения на электричестве, когда резервные 20% тоже можно израсходовать. Пробег на электричестве приятно увеличился. Но я разрядил батарею только до 5%. Дальше просто не стал. И, наконец, получил близкую к подсчетам цифру. 35,4 киловатт часа. Но это 95% того, что нам можно вообще израсходовать. И вполне может оказаться, что Лисянь заботливо ограничил пользователя 80% емкости всей батареи. То есть, если вы будете заряжаться до 100%, все равно получится 80% от реальной емкости. Возможно, так и есть. За этот вариант говорит и результат на Воя-фри. Вероятно, в случае с Воя нам дают данные по емкости батареи Нетто. И поэтому у нас даже чуть больше доступной емкости получается для движения только на электричестве. Но выше расход на сотню, потому пройденное расстояние получается меньше. И в результате заявленная литий-железо-фосфатная батарея на L6 предстоящем емкостью 35,8 киловатт часа может оказаться аналогичной, если заявлено Нетто, которое может использовать владелец. А после того, как я переключил L9 на бензин, всплыла интересная особенность, про которую я буду говорить, когда речь дойдет о расходе топлива. В системе ЛиАвто есть прекрасные инструменты мониторинга, которые сильно упростили тест. Вместо отдельного теста потребления климатической системы я могу получить данные об этом сразу в движении. Температура в салоне 22 градуса. И вот такой процент от доступной емкости батареи будет задействован на работу климатической системы. Если отключить работу климатической установки, этот процент можно сэкономить. Но делать это на гибриде довольно глупо. Обратите внимание, что уже в минус 6 процент потребления резко поднимается. А общая статистика за тысячу километров, ну побольше, включает и большие холода, и длительные простои. И вернусь к аккумулятору. Чтобы вы понимали, какие процессы происходят в литиевых аккумуляторах, ну до морозе в том числе, я сейчас отправляюсь в МГУ к Олегу Дрожжину. Наши постоянные зрители его хорошо знают по ролику с натрионными аккумуляторами. Вот новым скажу, что это ученый, кандидат химических наук. У него есть вот свой стартап появился с натрионным аккумулятором, вот с этим. Это его детище, он его разрабатывает довольно давно. До производства пока не зашло. Ну об этом мы, кстати, с ним тоже поговорим, но это пойдет в следующий ролик. Сейчас же я буду задавать ему извечные вопросы про деградацию, про работу вот на морозе, заряды-разряды, сравнение с литиевым аккумулятором, литий-железофосфатом, ну там просто про разные типы аккумуляторов и так далее. Вот очень много есть информации, которая не соответствует действительности. Ее распространяют в том числе и популярные блогеры. И давайте лучше из уст ученого послушаем ответы на эти вопросы. Что происходит с аккумулятором в электромобиле, когда он просто стоит на морозе? Ничего не происходит, там он не подогревается, ничего. Вот у нас сильные морозы, там минус 30, а может у кого-то и больше, там минус 40. И вот он просто стоит, ничего не происходит, он не эксплуатируется. Что-то плохое с этим аккумулятором происходит в данный момент? Какие процессы там внутри? В целом все процессы, которые происходят с аккумулятором при низких температурах, я бы поделил на три основные категории. Условно можно назвать первое химическое, второе физическое и третье электрохимическое. Вот с точки зрения химии, то есть реакций химических, примерно то же самое, почему мы храним продукты в холодильнике. Вот вы храните наверняка. Все паразитные реакции, которые там происходят, они замедляются при охлаждении. То же самое происходит с аккумуляторами. Когда мы охлаждаем аккумулятор, образование нежелательных продуктов на границах, на интерфейсе электродов, на катоде, на ноде, оно тоже подавляется. Поэтому, в принципе, эксплуатация литий-ионного аккумулятора в холодное время года, она благоприятно сказывается на жизненном цикле. То есть на том, сколько лет, сколько количеств заряда-разряда он сможет прожить до того, как его емкость там упадет ниже какого-то величины. И статистика, которая есть по Норвегии, по североамериканским штатам, это доказывает. То есть действительно, жизненный цикл аккумуляторов, вот их деградация со временем, когда они эксплуатируются на морозе, она выше, лучше, чем когда они в более жарком климате. Единственный минус здесь, конечно же, это вероятность того, что соль, растворенная в электролите, может начать высаливаться. То есть высаживаться в виде маленьких кристалликов на сепараторе, на катоде, на ноде, и тогда это уже крайне негативно сказывается. Поэтому очень долго хранить аккумулятор, скажем, при минусом 30 не стоит, точно совершенно. Но в целом эксплуатировать его зимой нормально, с точки зрения химических реакций. Но, скажем, температура минус 10, минус 20, на мой взгляд, это нормально, можно хранить сколько угодно долго. А чем чревато высаживание солей? Тем, что, во-первых, будет понижена проводимость электролита, уменьшение концентрации, а это приведет к росту сопротивления. А, во-вторых, если она начнет сильно высаживаться, она будет деформировать сепаратор. То есть у нас катод от анода отделяет очень тонкий сепаратор, порядка 10 микрон. И если начнут расти большие кристаллы, они его просто проткнут. А если они его проткнут, они могут замкнуть, и все. Тогда кроткое замыкание, возгорание и все остальное. Это может происходить очень долгий процесс, они будут высаживаться понемногу. То есть такого, что сразу взял, вырос огромный кристалл, да, и он порвал сепартор, такого не будет, конечно же. Это со временем может случиться, но вероятность не то, чтобы очень высокая. То есть получается, что эксплуатация в жарком климате даже быстрее приводит к деградации, чем эксплуатация в холодном, умеренно холодном климате? Да, если соблюдены условия эксплуатации в холодном климате. Значит, теперь переходим если к физическому, ну это понятно. У нас есть проводники, у них есть сопротивление. И сопротивление всех компонентов аккумулятора, катода, анода, электролита, оно падает. В общем, сопротивление растет, проводимость падает при понижении температуры. Когда у нас растет сопротивление, у нас меняется положение зарядных и разрядных кривых. Это значит, что когда мы заряжаем аккумулятор, у нас кривая у катода зарядная будет подниматься по потенциалу, а кривая анода опускаться. И вот это вот негативно влияет уже на третий аспект, на аспект, который связан с электрохимией. Потому что если у нас кривая анода слишком сильно опустится вниз, то она может пересечь ноль. И тогда там будет высаживаться литий металлический. Это уже гораздо опаснее, чем электролит, который там выстрелился из соли из электролита. Потому что литий гораздо более склонен расти в форме дендритов. В форме, то есть не просто равноверным слоем покрывать поверхность анода. Иначе бы давно уже сделали литий металлический аккумулятор и все были бы счастливы. А он склонен к тому, что он формирует такие островки, на которых он продолжает расти. Вот один единственного сформировав островок, он дальше на нем вот так вот прорастает. И это уже действительно очень опасно. Это приводит к внутреннему короткому замыканию. Поэтому заряжать аккумулятор при низкой температуре – это очень опасно. Есть множество работ, исследований, которые показывают, как выглядит аккумулятор, что с ним происходит после того, как их позаряжали при низкой температуре. Скажем, недавно вышла статья, там делали рентгенскую томографию на синхотроне, просветили вот круглую батарейку, ну, литий-литионный аккумулятор. И там прям видно вот деформация всех слоев из-за того, что где-то вот в каком-то месте на ноде сначала началось образование вот всей солид-электролит-интерфейс, то есть пленки из продуктов разложения электролита. Потом там же начал литий расти, и вот все пошло-поехало. В итоге привело к сильному дегадации аккумулятора. Конечно же, вот для того, чтобы эти вот аспекты попытаться понизить, все производители, ну, насколько мне известно, я, к сожалению, не имел удовольствия ознакомиться там с БМС всех электромобилей, но, тем не менее, насколько я знаю, все они имеют режим подогрева аккумулятора перед зарядкой. И это, конечно, абсолютно правильно. То есть ни в коем случае нельзя допускать того, чтобы аккумулятор зарядился полностью, и вы начали его заряжать так, что у него нет энергии на то, чтобы само себя немножко подогреть. Это вот, мне кажется, очень негативно будет сказываться. Ладно, там один-два раза, может быть, еще выживет, да, но если это делать там в регулярной основе, это уже большая проблема для аккумуляторов. Анод – это основная проблема в аккумуляторе при эксплуатации и при низких температурах. Анод и электролит. Катод, все, что может случиться с катодом, он просто не до конца зарядится, потому что у него напряжение поднимется, в какой-то момент сработает отсечка по потенциалу, он просто зарядится там не на 100%, а она, не знаю, 80 на 60, ну, то есть просто он будет частично разряжен, и все. Никакого пагубного эффекта это на него не произведет. А вот с анодом и с электролитом проблемы могут произойти. То есть, ну, ходит просто сейчас миф, что кто-то распространяет, не совсем зная, что именно, что при хранении электромобиля в батарее начинает высаживаться литий. Это не так, вот сейчас, как вы говорите, литий начинает высаживаться только при заряде на морозе. Но так как батарея подогревается, этот негативный эффект мы можем компенсировать. Да? Все же. То есть, если ее подогревать, то... Да. Существуют варианты, которые указываются, как тройной литий, литий-железо-фосфат, и вот там никель-марганец-кобальт или никель-кобальт-марганец. Что это за тройной литий? Вот начнем с этого. Ну, тройной литий – это просто какое-то народное обозначение катодного материала NMC, никель-кобальт-марганец. То есть, это просто одно из его наименований. И вот чем концептуально тогда вот этот вот, получается, никель-кобальт-марганец от литий-железо-фосфат батареи? Есть ли какая-то концептуальная разница для пользователя? Возможно, может сказать точно, что лучше использовать в электромобиле из этих батарей? То есть, по их каким-то особенностям? На мой взгляд, принципиальной разницы с точки зрения холодной температуры нет. То есть, какой катод вы выберете, это будет определять только стоимость батареи, ее энергоемкость, то есть, оксидные батареи на основе NMC, они имеют с той же массой более длинный путь пробега на одной зарядке, просто потому, что у них вышел дельный энергоемкость. Разница у нас только в катоде? Почти без альтернативы, точнее, даже в обычных электромобилях, которые используются для личного транспорта, там графит везде. Иногда кладут небольшие добавки кремния, но это такие, там, на уровне 5-10%. Вот, поэтому, если мы говорим про катод, то NMC будет просто давать вам больше пробег, ну, просто потому, что у него больше энергоемкость, LFP будет давать вам лучшую циклируемость и чуть более высокую безопасность, поскольку он более стабильный. В плане низких температур принципиальных отличий я не вижу. Да, у них немножко разные механизмы работы, то есть NMC — это у него наклонное зарядное плато, и по нему проще определять уровень заряда с помощью напряжения. У LFP — это плато плоское зарядное, и там могут быть, конечно, проблемы, если там программа не очень хорошо учитывается, потому что при низких температурах оно будет немножко трансформироваться. Но я думаю, что производители аккумуляторов, которые делают, ну, директор мобилей, они, конечно же, все эти особенности вносят в свой, там, БМС, свой искусственный интеллект, который управляет машиной, батареей. Поэтому принципиальной разницы, я думаю, нет. Более того, на одном и том же катоде можно сделать батарею, которая хорошо работает при минусах и плохо работает при минусах. То есть вы сделали слой потоньше, электролиты побольше налили, все, у вас прекрасно работает там и при минус 30, и при минус 40. Если вы гонитесь за энергоемкостью, то есть пытаетесь максимально энергию вместить в единственные объемы, тогда вы делаете более толстые слои, максимально плотно укомповываете материал такими очень плотными сферическими частицами. Заливаете туда поменьше электролита, чтобы масса была поменьше, тогда, конечно, у него будут проблемы на морозе, и это, в принципе, да, по разным косвенным данным подтверждается. Поэтому здесь очень сильно зависит от того, как именно сделан аккумулятор, кто его сделал, по какой технологии. И вот именно разницы между LFP и NMC, вот я принципиально и не вижу. Это шаг вперед. Вот я сам большой сторонник фосфатных аккумуляторов, ну, фосфатных катодных материалов, но это скорее, с моей точки зрения, больше в плане экономичности, экологичности, безопасности вот этих вот параметров. Он безопасен. Да, он безопасен. С точки зрения минусовых температур, разницы принципиально я не вижу. Ну, у NMC, главный плюс, это его энергоемкость. То есть он просто имеет, скажем, один и тот же аккумулятор с одинаковой массой на LFP будет иметь, ну, например, там, 200 Вт-час на килограмм, а на оксиде 250 или 270. Вот разница такая. Но сейчас все больше и больше производителей электромобилей переходит на LFP. Начали это китайцы еще там, с своего парка автобусов, электробусов. А постепенно это все уже там Тесла начала делать на LFP еще несколько лет назад. Сейчас же Мерседес начал делать. То есть это дешевле, это действительно экологичнее, потому что железо, оно, ну, гораздо более такой распространенный материал, он безопасный, да, чем кобальт, никель, магнит. Кобальт на земле вообще почти весь идет на производство аккумуляторов, и его не хватает, и только его производят, это вызывает большие вопросы в плане экологии, там, этики и прочее. Никель тоже почти весь идет, ну, процент, 80% мирового никеля идет на производство оксидов для аккумуляторов. Поэтому, с этой точки зрения, LFP, он гораздо более спостоянный, дешевый. И я думаю, что в итоге доля его рынка будет выше, там, ну, несколько процентов, чем у оксидных материалов. А то есть сейчас он пока еще уступает. Хорошо. А чем вреден заряд на быстрой зарядке для литиевого аккумулятора до 100%? То есть рекомендуют избегать этого и заряжать там до 80%, допустим. Если, кроме скорости, потому что там зарядка останавливает же, ну, вернее, она идет быстро-быстро, а потом на 20% она начинает снижаться. Вот. Кроме потраченного времени, есть вот еще какие-то негативные моменты, которых следует избегать? Вот что происходит? В целом, любой литий-ионный, да, на самом деле, не только литий-ионный, но и литий-ионный в особенности аккумулятор, имеет очень большую сильную зависимость его жизненного цикла, вот сколько он сможет циклов пройти, от степени его, степени его заряда и разряда. Если мы, ну, представим, да, график, если мы на 100% его заряжаем, ну, как-то вот так вот пойдет кривая деградации со временем. Допустим, там, за 3 года он продеградирует там до 80%. Если мы ограничим 80%, он пойдет повыше, кривая деградация. Ограничим 60% еще выше. А если мы ограничим, скажем, 20-30%, то его жизненные циклы будут измеряться уже, там, чуть ли не миллионами циклов. И в плане лета, там, ну, десятилетия. И именно, в частности, вот именно с помощью такого ограничения летают спутники на низкой орбите. Они же за день по многу раз заряжаются и разряжаются, пролетая через освещенные темные участки. И те аккумуляторы, которые используются на таких аппаратах, на таких аппаратах, они за, там, 10 лет проходят примерно, там, 100 тысяч циклов, скажешь, заряда-разряда. И если бы они работали на 100% степени заряда-разряда, они бы, конечно, так и не смогли сделать. Но поскольку им ограничивают, там, ну, скажем, 40-30% уровень заряда-разряда, это можно достичь. Почему это происходит? Потому что наиболее неприятное состояние электролита, для электролита литий-ионного, это когда катод максимально заряжен, у него максимальный потенциал, а анод максимально разряжен, у него минимальный потенциал. Чем выше потенциал катода и чем ниже потенциал анода, тем более интенсивными будут процессы окисления электролита здесь и восстановления электролита здесь. Когда он окисляется и восстанавливается, он, во-первых, расходуется, значит, его становится все меньше, лития все меньше в системе, и емкость понижается. Во-вторых, он образует слои из продуктов окисления и восстановления. Эти слои растут, они увеличивают сопротивление, это опять приводит к понижению потенциала на аноде, повышению катоди. Ну, то есть это такой замкнутый круг получается. И все больше и больше ускоряется процесс деградации. Поэтому, да, лучше всего, конечно же, ограничивать напряжение, ну, ограничивать степень заряда, там, процентов до 80. Если это не критично, там, для дальности ваших поездок, разумеется, это лучше сделать. Но производители же тоже не глупые, они видимо, как-то ограничивают, батареи имеют какое-то свое нетто и брутто. И они же могли там ограничить эту батарею. Могли, но это нужно смотреть у каждого. Да, не к вам вопрос, собственно. И получается у нас, что система рекуперации, которая постоянно работает, постоянно заряжает, и мы едем, разряжается, заряжается, то есть она не несет вреда. Ну, она же, да, она понемножку совсем, то есть там процент той энергии, которую она дает в аккумулятор, он небольшой. А марсианские роверы, Spirit и Opportunity, они были рассчитаны на 90 дней, ну, марсианских дней работы. Их запустили в 2000, кажется, в третьем году, и один увяз в песках там спустя примерно 10 лет эксплуатации, второй там ездил еще лет 5, тоже его потом засыпало бурей. То есть они вместо 90 дней, они отработали там по 10-15 лет, и аккумуляторы были живы на момент того, как их засыпало песком. То есть, вот пример, да, технология, которая пережила назначенную там цель, которую тебе определили, во много-много-много раз. Так можно сделать, то есть люди умеют так делать. Вопрос, будут ли люди сделать такие же аккумуляторы, ну, максимально качественные, да, для электромобилей, для того, чтобы они служили там 20 лет. Я не уверен, зачем это нужно вообще. То есть, очевидно, всегда есть какой-то компромисс между ценой аккумулятора и тем, сколько он прослужит. То есть, да, можно сделать производство аккумуляторов чуть более, скажем так, качественным, да, использовать, не знаю, собирать все аккумуляторы вручную в хомбоксе. Это поднимет цену в два раза аккумулятор, но жить они будут в два раза дольше. Вопрос, оно вам надо? То есть, электромобили так стоят, ну, мягко говоря, немало, да, и это ограничивает силы. А если мы будем увеличивать стоимость аккумулятора путем там максимально тщательного контроля вообще вот всех процессов, ну, и если они будут стоить так же, как аккумуляторы для космоса, понятно, что для того, чтобы сделать один аккумулятор для космоса, там на Земле делается там огромное количество других аккумуляторов, все тестируется, и в итоге стоимость одного аккумулятора там превышает стоимость батареи для электромобиля в десятки, сотни, там, не знаю, раз. Но понятно, что для массового применения никто это делать не будет. Зачем? Ну, это не серьезно. Никто не будет это покупать. Поэтому сказать, сколько еще проработать после заявленного жизненного цикла, невозможно, в принципе. Тут скорее вопрос все-таки не в жизненном цикле как таковом, то есть вот сколько он проедет, в общем, ну, сколько-то он да проедет. То есть они, кто-то дает там пожизненную гарантию, рассчитывая на то, что все равно он всю жизнь не проедет, он кому-то и продаст. Или шаг, да, или подешаг. Да, у второго уже пожизненной гарантии не будет. Значит, там, 8 лет, вот это вот, примерно 8 лет, это вот средний тот самый срок, на который они дают гарантию. То есть это вот примерно срок батареи, который вот будет жить без ощутимой деградации. Вопрос тут скорее в другом. Как быстро происходит, вот у нас началась деградация батареи, то есть снизилась ее емкость. И вот как быстро они прогрессируют. Вот неужели нет каких-то, какой-то статистики? Понимаете, очень тяжело делать статистику, потому что технологии развития и производства аккумуляторов постоянно совершенствуются. А для того, чтобы ее собрать, такую статистику, нужно делать, ну, десятилетия, да, циклируемости аккумуляторов. И такие эксперименты, ну, вот, я встречал работы, где делались, там, ну, скажем, год-два, циклировали аккумуляторы коммерческие, смотрели, да, там, понятно, что ЛФП лучше, там, на Аксиде похуже. Деградация, в принципе, у всех идет примерно вот так. То есть, по идее, степень деградации со временем замедляется. И, скажем, за первые пять лет батарея может потерять, там, ну, например, 30% емкости, то за вторые пять лет, по идее, она потеряет меньше, ну, относительно вот точки начала, то есть 20%, да, или 15%. Но иногда бывает так, что вот по мере деградации, да, вот эти вот слои сей нарастают-нарастают, литий высаживается-высаживается понемножку, и в какой-то момент вот она идет-идет-идет, а потом раз, и все. И хорошо, если она просто перестанет заряжаться, а плохо, если она взорвется. И поэтому вот, честно, я бы не стал превышать заявленным производителем срок жизненного аккумулятора, а я бы сдал его на переработку, купил бы новый, потому что это реально может быть опасно. Если сказано, что там работаете на ней, там, пять лет или восемь, лучше вот, больше этого срока не стоит, потому что действительно деградация есть. И вот эта потеря емкости, она всегда связана с тем, что идет потеря активного лития из системы. А теряется он куда? Он остается там, да, но он остается в виде наростов на электродах. И вот момент, когда эти отростки наконец проткнут сепаратор очень тоненький, его предсказать невозможно. И лучше на себе это не тестировать, конечно же. В L9 8.7 батарея литиевая, производство Cuttle. Это китайский производитель литиевых батарей, включая литий и железо фосфатные, самый популярный в мире. На втором месте BYD, который сильно отстает. И только потом идут LG, Panasonic и Samsung. Данные за 2023 год. Китайцы по аккумуляторным батареям сильно всех обогнали. Максимальная скорость, на которой генератор L9 может заряжать батарею, примерно 150 км в час. Хотя, когда батарея была заряжена на 80%, а я двигался 130 км в час, я потерял 5% заряда за 100 км примерно. И наверстал их за то же расстояние на скорости 110 км в час. Так работает интеллектуальный режим, который не позволяет ДВС выходить на высокие обороты, предпочитая немного потерять заряд, чем повысить расход топлива. А если мы двигаемся на высокой скорости, то при 150 км генератор уже скорее сохраняет заряд, а не заряжает. И при скорости выше батарея начнет разряжаться. И эта скорость вообще нежелательна. Дело в том, что если вы будете двигаться со скоростью 150 км в час и выше, несколько часов непрерывно, то рискуете одной дорогой запчастью. Где можно двигаться непрерывно с такой скоростью? Ну, например, по трассе М11 в Питер или на участке трассы М4 Дон. Максимальная 130, но за 150 не штрафует. На М12 говорили, что в планах увеличить до 150 максимально разрешенную скорость. А ехать с такой скоростью непрерывно на L9 не следует больше 2,5 часов, так как по итогу, как мне сказали специалисты по технической части, может пересохнуть подшипник между генератором и двигателем внутреннего сгорания. Симптомы? Он начинает противно гудеть. Чтобы его заменить, нужно много разобрать. И стоить это все будет 200 тысяч рублей. Сейчас на этой болячке сервисы делают хорошие деньги. А не попасть в такую ситуацию просто. Нужно соблюдать скоростной режим. И, кстати сказать, в мороз от минус 25, где-то примерно, ДВС работает на высоких оборотах продолжительное время. Это тоже следует учитывать. Один из ответов, почему так, в том, что такие гибриды создавались, чтобы ездить на электричестве в большинстве случаев. А в редких проехать больше, чем может батарея. А в итоге, по крайней мере в России, задают один и тот же вопрос. А можно вообще только на бензине ездить? Я хорошо знаком только с одним владельцем, то есть лично знаком. И тот только вот на бензине и ездит. Но неинтересно ему подзаряжать и перемещаться на электричестве. На заправке тут недавно ко мне тоже подошел мужчина и спросил, вот сколько на бензине пробежит? То есть всех интересует бензин и расход на бензине. Ну что, веселые старты? В этот раз не получилось сделать заезд. Меня вообще приняли гаишники с этими заездами. Поэтому в этот раз я сделал замеры от нуля до сотни для каждого автомобиля с помощью приборов. L9 минимальное время я получил 5,6. Почти паспорт. У Фри минимальное время 5,3. Дальше от паспорта, но резина у Ли. Не шипованный Michelin X-Ice Snow, а наобоя Pirelli Scorpion Ice Zero 2. Шипы. И это может быть хуже на асфальте. А еще есть вопрос задержки. Прибор замеряет скорость от нуля до сотни и дальше. Но он не учитывает задержку после нажатия педали газа и до момента начала движения, которое так или иначе есть у автомобилей. Ну, по-разному совершенно. Измерения начинаются только в момент начала движения, если прибор рассчитывает на GPS. А именно вот эта вот задержка после нажатия педали газа и может сказаться при заезде с конкурентом. Моя Voya Free дилерская после 3000 км на одометре резко снизила задержку. Возможно, какая-то обкаточная блокировка, поэтому заезд с X5 надо весной бы повторить. Вот сейчас вы видите сравнение с помощью синхронизированных камер L9 и Free. Реакция на автомобилях оказалась примерно одинаковой. Разница на уровне погрешности. Но у Free первый полоборот колеса проходит быстрее. И вот поразгонялись, но тормоза должны соответствовать. И вот вам эффективность торможения. Voya Free затормозила значительно эффективнее за 3 секунды 410 миллисекунд и 44 с небольшим метром. Free легче L9 в снаряженном состоянии всего на 200 кг. Ну, мешок картошки в багажнике и толстый приятель на пассажирском сидении. В общем, если не соблюдать дистанцию, то L9 приедет в задницу Voya Free, если оба будут тормозить в пол. Что касается платных зарядок, я хотел бы сделать еще одно небольшое добавление. Вот зарядная станция, например, в приложении. Сейчас пришло сообщение, что там с 19 января 2024 года стоимость электроэнергии на этой зарядке будет равна 21 рублю с какими-то там копейками за 1 кВт-час. И получается, что мы преодолели тот самый порог, когда двигаться на электричестве, на платной зарядке, даже на платной, все равно выгоднее, чем на бензине. Двигаться на этом самом гибриде, который потребляет довольно много, становится выгоднее на бензине, чем заправляться, заряжаться на таких вот платных быстрых зарядках. Получается, что домашние хозяйства до сих пор остают, ну, если я заряжаюсь дома, там, по ночному тарифу, для меня это очень выгодно. Но вот со временем, буквально, я не знаю, через сколько, вот если будет продолжаться эта электрификация автомобилей, так сказать, зарядных станций будет больше, инфраструктура будет развиваться. Ну, цены на электричество на платных зарядных станциях, на быстрых, будут расти. И постепенно будут появляться коммерческие станции и уменьшаться количество вот этих вот городских, которые там, например, в Москве, это называется «Энергия Москвы», там вот эта вот сеть зарядок бесплатных совершенно. И вот таким вот образом мы перейдем к тому, что, может быть, там, не дороже бензина будет, а может, и дороже бензина. Вот, но, то есть, экономия на топливе, это пока, пока у нас электромобилей, вот там этих подзаряжаемых гибридах и так далее, не так много. Как только их станет гораздо больше, то, соответственно, и цены поползут вверх. И это надо понимать сейчас. Давайте возьмем данные, которые я получил. Когда я разрядился до 5%, а потом переключился на бензин при скорости 110 км в час, генератор принудительно работал на полной мощности. И в таком режиме, если я еду 110 км в час, расход будет больше. 12,4-12,7 у меня выходило. А при 130, 11,5-11,8. Так как генератор работает на максимуме и больше, чем максимум, не может. И если я еду 130, то просто быстрее проезжаю то же расстояние, и расход за это расстояние оказывается ниже. Если я поеду 150, то расход будет еще ниже. Вот такая вот особенность этого типа гибрида. Но при определенных условиях, конечно же. Это же касается и высоких скоростей, когда генератор работает на максимум или около того. На 170 км в час можно получить расход ниже, чем на 150. А теперь давайте перейдем к скоростям, которые жителям городов и ближайших пригородов придется видеть чаще. И вот вам пример. Это расчет по платным зарядкам, на которых я заряжался и которые просто видел вместе с ценами. На этой зарядке, которая меня еще и ограбила, на 400 рублей из-за глюка в приложении, мне вообще никак не выгодно заряжаться, имея гибрид. Лучше дальше использовать бензин. Доехав до следующих зарядок, я получаю уже 18 рублей. Но ощутить выгоду вряд ли смогу. Разница с бензином небольшая. Быстрее тут же на этой вот сети зарядок заправок заправить бак. И только на бесплатных, которые вечно заняты, и дома по любому тарифу, я наконец могу рассчитывать на ощутимую выгоду. И, кстати сказать, меня удивило, что моя Войфри жрет бензина в режиме топлива больше, чем Л-9. Сценарий использования для меня получается таким. Мне надо было в МГУ, навстречу коллегу Дрожжину. По трассе я двигаюсь на бензине больше 100 километров. Заехав в город, начинаются пробки, там скорость снижается, а я переключаюсь на электричество. Нужно доехать до МГУ, это еще больше 30 километров, и после встречи обратно. Итого около 70 километров получится. Дальше снова трасса, которую преодолеваю на бензине, и в итоге примерно 1000 рублей на трассу, и 58 рублей на перемещение по городу я получаю. В таком режиме весь потенциал гибрида для меня раскрывается. Но, как я уже говорил, для ближнего пригорода можно никогда вообще бак не заправлять. Теперь давайте о мифах и реальности, и что влияет серьезно на решение о покупке. Вначале озвучиваю миф. Возится все это сюда, естественно, по параллельному импорту, ну или даже точнее, кто как может притащить. Ли-Авто, разумеется, не имеет никакого представления о том, какое количество автомобилей вообще сюда завезено, так как регистрируются эти автомобили на китайцев, там, в Китае. И меж тем, если у вас в Китае возникло какое-то серьезное ДТП с участием вот этого вот Ли-Авто, любого из автомобилей, сработали подушки безопасности, но, правда, они ни при чем, об этом чуть-чуть попозже. И вот вы, как ответственный китаец, обращаетесь в компанию Ли-Авто, у вас заблокирован автомобиль, вы его на погрузчике, на эвакуаторе привозите в компанию, и там уже Ли-Авто оценивает ущерб. Они решат, можно ли автомобиль дальше эксплуатировать или нельзя. Если нет, то вы получите предложение о большом дисконте на покупку нового автомобиля, у вас заберут старый с оплатой годных остатков, и часть вот этого вот оставшегося должна погасить страховая компания, если вы страховались. Таким образом, вот, решается вопрос с Тоталом. Автомобиль, естественно, заносится в базу Тоталь. Так, господин Лисянь многое скопировал с Теслы вообще, и этот подход не исключение. Тесла после аварии неработоспособная, в компании решают тоже вопрос об ее дальнейшей эксплуатации, если они решают, что эксплуатация дальше невозможна, то автомобиль оказывается на аукционе, дальше в Беларуси, потом мы его увидим здесь в продаже, не биты, не крашены, пожалуйста, покупайте. Именно поэтому, кстати, надо просить ВИН обязательно и смотреть по всем аукционам, потому что вот эти вот битки американские, они обычно очень быстро всплывают, никуда ни в какие дебри лезть не надо, и никаких подборщиков заказывать тоже не надо. Но вернусь к Л9. Битая электричка – это вообще вещь такая опасная, именно поэтому после ДТП она блокируется, отключается питание. В лонжеронах расположены модули программируемой деформации кузова по три штуки с каждой стороны. И вот если хоть один из них затронут, то автомобиль вернуть к полноценной функциональности будет уже совсем непросто. Ходит миф, что его нельзя будет запустить, но это далеко не так. Запустить можно, он будет ездить, но он будет находиться в базе тотальных автомобилей и будет отключен от обновления. Но даже из этой базы его можно хитрым способом и ресурсозатратным, и по времени, и по труду людей достать. Но все-таки достать все равно можно. Правда, они с одним пострадавшим, таким образом мне поговорить не удалось, но они есть, их очень мало. В России нет нужного оборудования диагностического, сканеров, и блоки нужно ввести в Китай. Что будет делать страховая компания, если вы застраховались по КАСКО? Признает ли она тотал и выплатит ли вот эту страховку за тотальный ущерб, либо просто даст деньги на ремонт. Ну и вот я почему-то думаю, что, скорее всего, второе, и ты уже оказываешься как бы наедине со своей проблемой. 90% сервисов, как мне сказали, которые могут работать с лисянями, не возьмутся за восстановление такого автомобиля. И вот в Rucars мне сказали, что они знают только один сервис, который прям вот в любую кашу может с ногами залезть. И вот им, видимо, самим интересно этим заниматься. Но, значит, не всех они, скорее всего, знают. Наверняка есть еще какие-то люди. Но дело в том, что попав в такую ситуацию, вам придется их самостоятельно как-то искать. И искать тех, кто будет согласен работать с таким автомобилем. Ну и остается открытым еще вопрос цены. И ответа на этот вопрос я, к сожалению, не знаю. Просто желаю никому не сталкиваться с этой проблемой. Есть еще один момент, когда кто-то, плохо оценивая свои возможности, лезет в инженерное меню на чистом китайском языке и может там что-то набедокурить, и войти в какой-то режим, который отключить можно будет только с помощью, уже опять же, китайского сервиса. И нужно отвезти им туда блоки для того, чтобы эти блоки по нужным способам закодировать в Китае. Ну и опять же, есть миф, что автомобиль превращается в кирпич. Нет, и это далеко не так. Гаснет мультимедиа, автомобилем можно управлять, автомобиль поедет. Но вы не получите данных, которые вы получаете с помощью вот этой вот, всей вот этой балалайки, которая расположена спереди. Возможно, появились варианты делать это в России. Вот я про них не слышал. Но это все вот такие вот действительно музейные редкости. Действительно, проблема и болезнь для сианов – это коса проводов под ковриком. Аналогично болезни туарегов. То есть, ваговоды об этом хорошо знают, проинформированы. И вот не знаю, можно ли назвать это болезнью. В автомобилях Ли есть шторки, которые закрывают радиатор в бампере. Радиатор охлаждения батареи. Эти шторки иногда клинит, они там замерзают или еще что-то происходит, и они не могут открыться. И тогда охлаждение батареи не происходит радиатора воздушным потоком. И хоть система-то охлаждения жидкостная, но радиатор охлаждается равно с помощью встречного воздушного потока. И вот, а шторка закрыта, батарея начинает перегреваться, включается режим вот этой черепашки, и со скоростью 2 или 5 км в час вы можете продолжать дальше двигаться. Нужно как-то развести, сбить лед, я не знаю. То есть, если они сами не работают, то есть, как-то их вручную открыть для того, чтобы воздух проходил. Ну и таким образом батарея начнет охлаждаться, и вы сможете продолжить путь уже, не знаю, до сервиса, где решат вопрос с этими шторками. Не со шторками, а вопрос решат без проблем. Все это человек должен услышать еще до покупки автомобиля, чтобы понимать возможные потенциальные проблемы и подумать, а сможет ли он их вообще решить, эти проблемы, и не будут ли они его тяготить во время появления, и во время решения, или после их решения, там уже не важно. Хорошо вот так вот сидеть в Китае и говорить, какие китайские автомобили прекрасные. Они-то там работают с полной функциональностью. А когда приезжают сюда, человека накрывает ворох нерешенных вопросов и портит ему впечатление, как минимум. Кстати сказать, стало возможным сделать нормальную русификацию на Лисянях, на версии прошивки 5.0. Раньше это было приложение, которое переводило китайский на русский язык. Как только вы трогаете экран, русский пропадает. Перестаете работать с экраном, приложение переводит статику. И перевод этот у нас получался поверх всего остального. Переводилось только меню автомобиля, остальное оставалось в иероглифах. И иногда непонятно, куда нажать. Ужасная хрень. Но теперь можно сделать нормальную русификацию. Я звонил в одну контору, которая этим занимается, и они просят за русификацию 200 тысяч рублей. Другая контора просит 180 тысяч рублей. Официально в последней прошивке появился английский язык, а в рестайлингах автомобилях он будет сразу. И вообще, на самом деле, это решает большинство вопросов с языком. Ну, хоть буквы-то будут знакомые, и это будет бесплатно. Но в моем экземпляре нет прошивки с английским, а к китайскому я довольно быстро привык. Меню нормально сделано, для людей все важные пункты дублируются картинками, и все понятно. Есть какие-то частности, переводим телефоном один раз, настраиваем и больше не заходим. А официального перевода на русский, скорее всего, не будет в обозримом будущем. Это нужно принять. Еще тут нет приборов в привычном месте, но через день понимаешь, что все в порядке. Необходимое есть на проекторе и на руле. Видимо, снова копировалась Тесла. Но там просто решили сэкономить в трешке EY, а в более дорогих S и X приборка есть. При большой любви китайцев к экранам, наверное, не стоило от нее отказываться. Но на проекционном экране, и вправду, все есть. В левом сегменте могут быть навигационные данные, но только со своей штатной навигацией, которая не работает. И, наконец, то, что заботит некоторых потенциальных покупателей особенно. Нет статистики на больших пробегах. И непонятно, что ждет автомобиль после сотни тысяч. Сколько я не пытался вытянуть из технического отдела рукарс какую-то статистику. Ничего определенного нет. Зато, когда я позвонил в компанию по поводу перевода, я поспрашивала у них, чем они сейчас занимаются. Говорят, делают замену моторов, которые нужно прописать в систему. Что случилось со старыми, я не знаю. И в связи с небольшим количеством информации, и вот небольших пробегов на сегодняшний день, непонятно, за сколько получится продать автомобиль, там, допустим, через три года с пробегом около сотни, или через пять лет с пробегом за 130, там, примерно. Захотят ли его покупать люди? Такие вопросы будут задаваться всегда, когда мы сталкиваемся с чем-то новым. И ответа на них пока нет. Где-то видел статью, что в Китае китайские владельцы лесяня жалуются, что заметно снижается стоимость на вторичном рынке. Но в отличие от всего остального, у нас есть понимание, что китайцы каждый год, ну, или два, выпускают что-то новое, заметно лучшее, там будет больше пробег на электричестве, то есть больше батарейки ставят, попутно роняют цены на свои автомобили. И да, это хорошо, когда ты покупаешь новый автомобиль, а когда ты планировал поездить и продать не сильно роняю цену, то это получится, видимо, только до обновления модели. Производитель не заинтересован в твоих продажах, он заинтересован в своих. Скоро будет рестайлинг L9, 8, 7, и дорестайлинговые автомобили, как говорят продавцы, будут уже никому не нужны. Но никому не нужны, это, конечно, громкое заявление, просто цены на них станут намного приятнее для покупки. Ну и в довершение всего спать спокойно не дает понимания того, что в какой-то момент китайцы могут отключить поставку запчастей без купленной машины. Ну, на самом деле, так вот, фактически это так и есть, то есть нужно иметь автомобиль, чтобы иметь возможность купить на него, там, те же самые диски и так далее. Но пока ребята эти вопросы решают, те, кто их возит, эти автомобили, с помощью людей, которые живут в Китае, все это, все эти вопросы решаемы. И вот поставки запчастей. И сегодня проблем, может быть, нет, но нет гарантии того, что эти проблемы не возникнут завтра. Да, их, возможно, тоже будут как-то решать. Сегодня, повторюсь, сегодня нет проблем. И сроки более-менее вменяемые, и цены, и тот же самый редуктор, например, в сборе, может быть дешевле купить в Китае, чем ремонтировать коробку-автомат у хорошего мастера. Все это может быть. Но вот сама по себе возможность того, что, ну, все это делается на птичьих правах, грубо говоря, и получается, что вот человек, тревожный человек, постоянно напрягается и думает о том, что, блин, а если вот у меня что-то случится, я могу все это не починить, и все время это его мучает. И поэтому нужно быть вот как-то готовым к длинным срокам, к каким-то вот таким вот неудобствам. Если нет желания, то все-таки лучше вот к таким вещам не подходить близко даже. Техническое обслуживание у китайских гибридов по регламенту через каждые 10 тысяч километров. То есть мне может обойтись это за два года пять ТО. Вы меняете масло в двигателе внутреннего сгорания, меняете фильтры, никакого дефицита, правда, все есть, цены нормальные, первое ТО обойдется в 7 тысяч рублей. Через продолжительное время, возможно, потребуется поменять переводные ремни, охлаждающую жидкость, тормозную жидкость. В ЛИ несколько контуров охлаждения, они сообщаются, но могут и изолироваться. Контур с ДВС, с батареей, контур охлаждения электродвигателей, климатическая система тоже тут. В общем, все, что в обычном автомобиле, то же самое делаем и тут. Вы скажете, нет коробки, но зато есть два редуктора, в которых нужно менять масло через 80 тысяч километров по регламенту. В итоге говорить о значительной экономии на обслуживании можно только, если мы говорим о полной электричке, где нет ДВС. Но и там не стоит забывать, что нужно менять эксплуатационные жидкости, включая масло в редукторах. Но это все равно уже небольшие затраты. На самом деле обслуживание Л9 не такое дорогое, ну как мне показалось, по крайней мере. Для примера, мотор Инвест на свои убогие полностью электрические валюты айпро поставил срок между ТО 15 тысяч километров. На первом ТО меняют салонные фильтры за 12 тысяч рублей. Нормальные официалы, правда, скидывают цену примерно к 6 тысячам разными акциями. Возможно, они не совсем уверены в тех древних Донфенгах 2017 года, которые они представили как новый российский электромобиль. Ведь к сроку первого ТО, как выяснилось, у них лопаются некие металлические элементы. И тут еще один нюанс. Я этого знать не мог. Сказали в Рукарс. Для Лисяни нет оборудования, которое может прописать в машину пройденное ТО. Так что вы его сделаете, но так и будете ездить с данными, что вы просрочили ТО черт знает сколько километров назад. Но все же это новые автомобили. Максимальный пробег, который видел я, это вот на этом конкретном автомобиле 24 тысячи, две из которых проехал я. В Рукарс я спросил, с какой максимальный пробег они видели вот на Лисянях. Они говорят 50 тысяч, и этот человек ездит на Л8. Что за это время случилось? Ну, говорят, что вот только обслуживался. Однако есть же у нас уже чуть более зрелый Лиуан. Их пробег в Китае бывает и по 120 тысяч. С таким пробегом они выставлены на продажу. И вернусь к Л9. Что у нас снизу? Батарея размещена по центру автомобиля. Естественно, она в защитном корпусе. Но это алюминиевый сплав. Я таких разбитых корпусов не видел. И думаю, что ему ничего не угрожает, если просто аккуратно ездить и не соваться на бездорожье. Если вы видели разбитые корпуса, пишите в комментах. По бокам проходят усилители для защиты батареи от боковых ударов. Подвеска у нас тут пневматическая, с регулировками. Сама конструкция похожа на варианты ваговской подвески. Рычаги же похожи на BMW. И двигатель 1,5 литра, который тут установлен для работы генератора, это копия неудачного BMW-шного двигателя, который они разрабатывали с Peugeot Citroёn. Тот, что Prince N13-16. У меня был на этом двигателе Citroёn C5 в 2010 году. Продал я его через год, на всякий случай, пока не началось. Двигатель этот делает для LeAuto китайский концерн Power C-Chen, которому BMW ранее доверила производство своего двигателя. Вот они этот двигатель и скопировали, снизив его объем до 1,5 литра. Пока пробеги на Лисянях небольшие. Я позвонил в пару сервисов по ДВС. Никто, вроде говорят, не обращался. Спереди пластиковый пыльник, под ним металлическая перемычка. Защиты, как таковой, нету. Но тут контактные разъемы прикрыты вот таким же пыльником. Вое же все открыто. В этой комплектации есть выдвигающиеся пороги. По мне так это бесполезная опция, как и стеклянная крыша, не имеющая люка. Ну, был бы люк, была бы хоть какая-то функциональность у этой крыши. Ну, так вот. Эти пороги, конечно, нужно обслуживать, чтобы они не превратились в головную боль. Этому конкретному автомобилю чуть больше года, и это его вторая зима. И в первый раз их решили обслужить уже при передаче мне. Я их сразу отключил. Думаю, что все, кто интересовался автомобилем, уже насмотрелись на его внешний вид. Не буду заострять внимание, но снаружи он выглядит хуже, чем внутри, на мой взгляд. У той же его внешний вид более концептуально закончен. Одна только оптика продумана. Кажется, что птица летит и ярко горят концы крыльев. А тут какой-то Сайлон из сериала «Батлстар Галактика». Кроме этого, матричного светофор тут нет. Это когда работает дальний, и вырезаются попутные и встречные автомобили. Сам свет в целом нормальный, но не шикарный. Не буду сравнивать ни с кем, а то заклюют. Но автоматика так себе. Автоматический дальний постоянно включается, не к месту, доставляя неудобства автомобилям впереди. Зарядные порты у моей Воя закрываются лючками, которые остаются на месте. У Ли резиновые заглушки, которые нужно куда-то деть. Вот мне достался автомобиль без заглушки для порта быстрой зарядки. Возможно, его так и потеряли. У Фри есть индикатор, насколько заряжена батарея. Выглянул за кошка, и видно, сколько еще заряжаться будет. У Ли просто индикатор, что пошла зарядка. В салоне же у нас ровный пол, никаких туннелей, на сиденьях комбинированная кожа, под попой и спиной заявлена на апа, боковина и остальная отделка, там двери, консоль и так далее, из кожзама, типа эко-кожа. И у вас есть прекрасная возможность посмотреть на вот такую полуторагодовую эксплуатацию и 22 тысячи, и что с этой кожей происходит. Вот этот вот кожзам, он, может быть, даже в лучшем состоянии будет, чем вот эта напа, если это натуральная напа, потому что напа может быть и не натуральной еще. Внимание к деталям. Вот тут уголок в продолжающей ручку, на которую кладешь руку, и локоть как раз на этом уголке, а не в воздухе. На него же можно опереться, вылезая. Шесть посадочных мест, это вообще не мой вариант. Сложить второй ряд нельзя, только максимально придвинуть к первому, значит, не влезет что-то габаритное. Да, и собак в багажнике уже не повозишь, они обязательно пройдут между кресел. Я уже не вожу детей, а они меня возят, что приятно, вот как в данном случае. И задние сидения в L9 такие же комфортные, как передние. Я думаю, что это нормальный выбор для тех, кто ездит с водителем, допустим. Но не только большие семьи какие-то, а еще и вот каких-то их толстых боссов. Я так предполагаю, потому что сам не знаю, сам не ездил вообще в автомобилях, где ездят, которые покупают задние водители. Там всякие майбахи и так далее и тому подобное. То есть это для меня, может быть, будет открытие, когда я первый раз в таких автомобилях посижу. Но думаю, они меня мало, наверное, чем удивят. Вот, потому что, собственно, в рейндж-ровере я был. Примерно то же самое, что в L9. Обратите внимание, что вот в этот блок с поворотником попала влага, и если бы сейчас был мороз, она бы неминуемо застыла. Там бы и осталось надолго. Но вот я просмотрел другие тоже блоки с фарами. Вот это основные фары. Здесь ближний и дальний свет. Там, да, немножко туман. Его тоже видно. На втором блоке ничего нету. Просто на таком же. То есть туда ничего не попало. И с этой стороны в блоке фар тоже никакого тумана нет. Только получается у нас, значит, с правой стороны немножко. Я сравнил сидение с новеньким рейндж-ровером. Автобиография. Нашел салон, где L9 стоит рядом с рейнджем. И несмотря на то, что сидение похоже даже по формовке, разница ощущается. И после 20 минут перебывания в кресле, сидение рейнджа кажется интереснее. Там, видимо, другой наполнитель. Но цена рейнджа близка к 30 миллионам. И для своей цены сидение L9 просто суперкомфортное. Ну, по крайней мере, лучше BMW-шных, как спортивных, так и комфортных. Но все же я бы предпочел L9. Он и покороче, и подешевле. И сзади привычный трехместный диван, который можно сложить. А спереди почти все то же самое. Ходит информация, что экраны в L7 хуже. Но это не так. В Вике есть информация, что в L9 OLED-панели, а в L7-8 обычные ЖК. Даже если это так, это не значит, что OLED лучше. На длительный-то срок может быть и наоборот. В L7 и L8 не будет холодильника, который может в L9 и охлаждать до нуля, и нагревать до 50 градусов. В L7 не будет столика в спинке для заднего пассажира. Не будет такого же массажа в креслах, как в L9, только поясничный. А еще камеры в L9 8 мегапикселей. То есть должно быть доступно разрешение 4К. А в L7 2 мегапикселя, то есть максимум Full HD. Ну и по мелочам, возможно, чего-то я не знаю. Мневматическая подвеска тоже есть не везде. В самой простой комплектации Air будут пружины. Зато L7 лучше трансформируется, и можно даже забацать большое спальное место до передней консоли аж. А вот что одинаковое в L7 и L9, это ну очень комфортная подвеска. Тот же самый X5 по сравнению с ним скачет как кузнечик. Правда, гораздо лучше держит и дорогу, повороты в любую погоду. Ну и так как все это слова, нужно сделать инструментальный тест, чтобы убрать эмоции и посмотреть на факты. Я провел тест на одном и том же участке плохой дороги с одинаковой скоростью, проехав на каждой машине точно след в след. В машине я замеряю вибрацию и получаю график по трём осям с отрицательными и положительными значениями. Для вас вывожу упрощённой графикой. Чем выше пики на графике, тем более резкие колебания в автомобиле. Амплитуда вертикального или горизонтального отклонения у двух автомобилей может быть одинаковой, а ускорение отклонений разной. Чем выше скорость отклонения, тем ниже комфорт человека в автомобиле. Он ощущает резкие и сильные толчки, а на графике при этом вы видите более высокие пики. И вот на X5 вы можете наблюдать более резкие толчки. На L9 комфорт при езде по плохой дороге значительно выше. Выше, чем на X5 комфорт и на Voifree. Обратите внимание на финальную тряску. Это несколько ям друг за другом. И на Li они гасятся эффективнее всего. А вот график снятый с Весты на том же участке. На самом деле на Весте хорошо настроена энергоёмкая подвеска. И на Renault, которая на самом деле дачи, она была настроена хуже. Ну вот маленькие колёса подводят, и в финальном ряде ям получаются зашкаливающие пики. На трассе комфорт L9 также сложно переоценить. Высокая скорость совсем не ощущается. Поэтому дальние поездки по ощущениям проходят быстрее. И совсем не устаёшь после дороги. Я раньше считал, что владельцы перехваливают автомобиль в части комфорта. Как обычно, каждый кулик хвалит своё болото. Но тут всё оказалось действительно так. Теперь я хочу показать вам вибрации на руле во время работы ДВС, чтобы вы понимали разницу между Фри и Л9 во время работы генератора. Просто небо и земля. Это к тому, что я в прошлом видео сказал, что чувствуется вибрация на руле в Фри. Так вот, в Ли она всё же почти не ощущается. Но для хейтеров ДВС будет поучительным, что дизельный Х5 показывает вибрацию на руле при работе двигателя ниже, чем в Ли. И совсем немного о шуме. Использую шумомер и провожу тест на одном и том же участке дороги. Движение с одинаковой скоростью. На Ли шум на трассе ниже, чем у Фри. Мы двигаемся со скоростью 120 км в час. У китайцев передние стёкла двойные. В салоне ничего не скрипит, не дребезжит на пробеге 24 тысячи, по крайней мере. Но претензий у меня нет. Мне стало интересно, какие габариты по ширине у автомобиля внутри по сравнению с некоторыми другими, которые стояли в одном из салонов. При этом обратите внимание на внешнюю ширину, без учёта зеркал. Внешние габариты не гарантия того, что внутри автомобиль будет просторнее. Кия Карнивал – хороший пример. После Тахо самый просторный автомобиль по внутренним габаритам. На уровне плеч они вообще одинаковы с Тахо. При этом внешний габарит Кия меньше. И к помощникам. Вот тут в районе зеркала у нас целая гроздь камер. Сразу три штуки только в этом месте. Сверху шапочка лидара, который плохо работает в дождь и снег, когда помощь водителю как раз бы пригодилась. Но это всё чуть погодя. Вначале с помощью уже знакомого манекена посмотрим, будет ли автомобиль тормозить перед пешеходом. У меня есть для тебя работа. Я готова ради тебя на всё. Эксперимент номер один. Едем на педали. И отпущу педаль ближе уже к манекену. Подъезжаем. Опа! Заметила, начала тормозить. Я не включал никаких помощников отдельных. Блин, отлично. Сейчас задний ход. Сзади вот как бы пешеход стоит. И проверим. Вот он у нас на камерах. Ну, как бы... Да. Да. Вот он, наш помощник. Автомобиль заметил препятствия сзади. Но он не осуществил при приближении автоматическую остановку. Те же BMW останавливаются и не дают дальше ехать, даже если ты давишь педаль. Иногда даже мешает это при недостатке места. Но вот нали не получилось. А что касается того, что автомобиль всё же сбил пешехода, то тут нужно всё же делать скидку на то, что сложные условия для экстренной остановки. По снегу и льду на неошипованной резине. Снимаю один. Не совсем удобно. Давайте вот эту панельку просто поудобнее сюда перетащу. На ней то же самое, что и на проекторе. И поехали. Я не вижу человека, допустим. А он есть, манекен. Вон он стоит. Вот его уже видно. И я его сбиваю. Так. А почему первый раз я его не сбил? Пробуем ещё раз. Так, поехали ещё раз. Разгоняюсь. И вот отпущу сейчас педаль. Отпустил. Всё, остановился. Понятно. Значит, нельзя держать педаль на газу. То есть, если мы давим на газ, то того, кого мы хотим сбить, мы всегда собьём. В общем, как только ответственность на автомобиле, то он правильно реагирует и сам тормозит перед пешеходом. Но если давите на педаль, ответственность полностью на вас. Она была готова на всё. Но, к сожалению, этот опыт она держить не смогла. В прошлом видео Войх не тормозил. Не тормозит он и сейчас. Кто-то увидел сообщение об ошибке на панели и сразу заявил. Вот у него радар грязный. Вот ошибка. И остальные понесли эту ерунду дальше. Но это не так. Вот эта ошибка на панели говорит о том, что не работает китайский сервис платных дорог. Это должен отключить дилер. Но ему пофиг просто. С помощниками вообще вопрос сложный. Кстати, работает система автономного вождения на базе решения NVIDIA ORI. И я не видел пока на китайских автомобилях помощников водителя лучше, чем на Ли. Опционально набор очень богатый. Автомобиль умеет всё. Уклоняться, менять траекторию за впереди идущим автомобилем, самостоятельно перестраиваться и многое другое. Но работа некоторых опций без штатной навигации невозможна. А штатная навигация не понимает, где мы находимся. Лидар дополняет навигационную программу, ну в том числе. И не имея всего комплекса мер, в России часть возможностей не работает. Ну или не работает как нужно. Но основные возможности работают исправно. Бывают глюки. Первый касается адаптивного круиза. Иногда он опасно набирает скорость, приближаясь к впереди идущему автомобилю. Вот, например, он просто не видит мою вою, которая едет впереди. Я сделал вывод, что автомобиль нераспознан и самостоятельно нажал на тормоз. Иногда возникает, как я это назвал, фантомный мотоциклист. Ну или пешеход, там не разобрать особо. Но система иногда видит перед собой некрупный объект на дороге и начинает тормозить. А сзади не совсем понимают, чё это L9 дал по тормозам. Это единственный глюк, всё остальное вроде как относится к штатной работе адаптивного круиза. Держит расстояние и тормозит он вовремя, никаких претензий. Но вот затяжные повороты для адаптивного круиз-контроля принесли сюрпризы. Если в соседней полосе едет фургон или грузовик, автомобиль может начать резко тормозить, как будто он едет с ним в одной полосе. Сзади водители, если ещё не обогнали, то по-прежнему недоумевают, что происходит. Также, правда тут уже в зависимости от погоды, если обгоняем фуру, L9 её как будто бы боится, начинает притормаживать, снижать скорость. Хотя ничего не предвещал, как говорится. Я множество вариантов перепробовал и заметил, что такая особенность появляется наиболее часто, если ехать в левом ряду с отбойником. Основную запись тестов я сделал во время плохой погоды, так как работа в сложных условиях интересует меня в первую очередь. Снега не было, был ноль, и даже скорее дождь, и лидар часто выбрасывал сообщение, что он не будет нормально работать во время снега и дождя. Удержание в полосе и весь остальной набор пакетов помощников, если что-то не нравится, сразу отключается. Но это нормально. Но нафига он отключает время от времени ещё и адаптивный круиз? Вот это совершенно непонятно. Кстати, круиз работает только до 130 км в час. И так как помощники в Voya Free заметно уступают, я сравнил BMW-шные помощники на X5, которые ровно такие же, как и более дешёвые BMW в хорошей комплектации, с помощниками L9 на одной и той же трассе с разницей в 2 часа. Только скорость у BMW была выше. И вот ряд с колеёй. L9 автоматически не хочет из этого ряда перестраиваться. Начинает пиликать и возвращается. Пробуем ещё раз. Пиликает и отключает нафиг помощника. Иногда он не хочет автоматически перестраиваться и при хорошей видимости, и гладкой дороге. И мало того, начинает мешать мне это сделать вручную при включении поворотников. BMW при запросе автоматического перестроения перестраивается сам сразу из той же полосы. Активное руление в полосе работает лучше в BMW. Ну, где-то за 100 км отключилось, наверное, может быть, 3 раза из-за плохой видимости. На L9 отключилось больше десятка раз точно. Дальше я просто уже не считал. И что удивляет, отключается адаптивный круиз. Ну, это я уже говорил. Один раз L9 начал раскачиваться в полосе. Влево, вправо, влево. И выходит из полосы. Такое иногда позволяет себе черри в режиме удержания в полосе. Так вот, L9 раскачался, потерял полосу. Помощник не отключился. И потащил меня в соседнюю левую полосу. В которой, к счастью, никого не было. Также без активного руления в обоих случаях работает просто удержание в полосе. И L9 сопротивляется сильнее, чем в OE-Free. Но не преднамеренно пересечь полосу легче, чем в BMW все же. Нужно быть внимательным. И вот еще одна особенность. Если на адаптиве уперлись в кого-то и снизили скорость, то на BMW и на Volvo включаем мы правый поворотник, и автомобиль понимает, что мы пошли на обгон. Начинает разгоняться до установленной скорости, еще находясь в полосе, вот в которой мы уперлись. L9 так не делает. У меня не последняя прошивка. Если что-то изменилось, пишите, но не думаю, что что-то поменялось. В общем, мое мнение, что помощники работают заметно лучше, чем на других виденных мной китайцах. Но до европейских не дотягивают. Не обилием функций, а предсказуемостью работы. Пока я гонял по трассе автомобили в плохую погоду, по 180 километров для каждого автомобиля, на зеркала налипло всякого, и вы можете оценить разницу между автомобилями. У Ли каждый раз вот такая картина, и 180 километров для этого ехать не нужно. Зеркала становятся грязными. А у Воя и BMW зеркала чище, но камеры при этом оказались чище у Ли. Хотя кто-то и ругает, что камеры пачкаются. Нет, друзья, у Воя фри, вот там вот действительно пачкается. Там вот, по моему опыту, они все время заляпаны зимой, по крайней мере. Летом я ее и не эксплуатировал еще. Я до сих пор не сказал, но вы, наверное, знаете, а вот для меня это было новостью, что селектор передач, то есть драйв, реверс, паркинг и так далее, на правом рычаге под рулем. Поэтому управление омывателем переехало под левую руку, тут же и свет. И чтобы вот побрызгать омывателем, нужно нажать на вот эту кнопку. Кстати, льет на стекло не очень. Воя вообще как будто плюется в нижнюю часть стекла. Тут лучше, но тоже куда-то вниз льет. Ну вот так вот, дворники запускаются в автоматический режим. Вот так вот, если мы один раз вверх уберем. Дальше два фиксированных режима. Автоматический при этом не имеет дополнительных регулировок чувствительности. И вот капнуло на датчик там буквально, и он трет и трет и трет и трет, хотя не нужно уже давно. Отключаешь его. А когда нужно один раз махнуть очистителями, включаешь автоповоротом. Нет того вот полезного режима, когда можно было нажать просто вниз, там или вверх, в зависимости от автомобиля. И будет один взмах. Наверняка это дело привычки. Ну вот это вот мое мнение. Вот в этом конкретном автомобиле установлены приложения, которыми я пользуюсь в Android Auto. И то, что тут нет Android Auto и Apple CarPlay, уже не имеет значения. Правда, сейчас что-то случилось, симку ее нужно поменять. И так как нет интернета, приложения, которым он нужен, не работают. Приложения, которые работают в Android Auto и Apple CarPlay, корректно отображаются на экранах. Но неадаптированные приложения могут выглядеть кривовато. Есть еще монитор для задних пассажиров. И можно запустить видео со смартфона на этот монитор через соединение по USB. Samsung запускает DEX на этом мониторе. Давайте немного поговорим о багажнике. В прошлый раз я делал эксперимент, ну и показывал, как неадекватно закрывает багажник Voya. И сегодня мне говорят, да на сосисках надо было проверять. Вот я купил колбасу. Сейчас на колбасе и будем проверять. Багажник небольшой. Если все сидят в автомобиле, то есть все шесть мест посадочных заняты, то багажник очень небольшой. И вот как раз-таки вот этот вот приятель, который возит всю семью у себя вот в автомобиле, говорит, багажник маленький, положить продукты или что-то они там едут все вместе, когда куда-то. Места для этого очень мало. Закрываю, ну вот я просто вам покажу, как в прошлый раз. В самом конце я хватаю багажник. Оп, все, то есть не напрягаясь. Он не давит. Мне писали то, что я неправильно все это делаю, что так и должно быть, что он должен додавливать, сильно давить. Не должен. Я попробовал на нескольких автомобилях и ничего подобного. Вот сейчас мы колбасу нашу положим. И потом, ну на самом деле это перетест закрывания багажника в ВОЭ. Вот, ну просто покажу, как это работает в ЛИ. Сейчас он закроется. Опа, и назад. Что у нас случилось с колбасой? Ничего особого. Обычная колбаса. Все, идем в ВОЭ. И вот хорошо знакомый вам уже багажник автомобиля ВОЭ ФРИ. Напоминаю, это дилерский дорестайлинговый вариант. Вот кладу я эту колбасу многострадальную на место закрывания багажника. И закрываю его. Закрывается. И ты-ты-ты-ты-ты. Так. Он закрыл мою колбасу. Ёлки зелёные. Давайте посмотрим, что с ней стало. Он её раздавил, естественно. Вот. Ну, пожалуйста. Вот так вот. А вы говорите, нет. Всё-таки это неправильный непорядок. Но получается, что в Ли всё нормально функционирует. И багажник, и то, правда, он не очень большой. За счёт дополнительного ряда сидений. Их нужно убирать, если возить что-то более-менее габаритное. Когда люди покупают себе какой-то автомобиль, они очень часто становятся адептами вот этой марки, которую приобрели. Мирятся, естественно, с недостатками и рассказывают, какой правильный выбор они сделали. И это нормально на самом деле. Но искажает картину для тех, кто только присматривается к автомобилям той или иной марки. Вот наслушавшись вот такого, человек покупает автомобиль, и через какое-то некоторое время ощущение новизны спадает, пропадает, и остаётся то, с чем ему жить дальше. И хорошо, если вот то, что осталось, ему действительно нравится. Поэтому я старался как можно объективнее подходить к тесту этого автомобиля L9. И на самом деле я не сделал многого. Огромная функциональность. Если уделяйтесь каждой функции, рассматривать, как она работает в России, работает ли, не работает, кто-то сделал что-то там, надо искать в чатах, на форумах, контактить с людьми обязательно. То есть это увеличивает очень значительно время на подготовку, и, соответственно, хронометраж будет вдвое или втрое даже больше, чем получился. И отдельными маленькими роликами это, наверное, эффективнее всё-таки. Но, к сожалению, я вот решил делать полноценный. То есть один и обо всём. Ну, я старался детально рассмотреть те вещи, которые прежде всего меня интересуют. Возможно, вас тоже что-то в этом, конечно, заинтересовало. Ну, вот так вот. То есть ещё что-то, много даже, многое осталось за кадром. Но вернусь к L9. Сейчас китайцы дешевеют. И те, кто в прошлом году не купил автомобили, а им говорили, что обязательно купи, в следующем году будет дороже, они вот теперь потирают руки и ликуют, что не послушали. Есть мнение, что подождав полгода, можно будет увидеть, как далеко дно рынка китайских автомобилей. И да, цены для них были, конечно же, перегреты и остаются такими, на самом деле, несмотря на падение. И на сегодня, если уж купил китайца, то даже не думая о продаже, езди пока можешь. Ну, это я себя уговариваю. И я вам так скажу. Сколько я владел вот этим автомобилем L9, я бы хотел владеть им и дальше. Вместо вот этой Вои, которую купил. Но что сделано, то сделано. Одна девушка в чате, пересев с двухлетнего X7 на Вои Хри, сказала, что ей не нравится автомобиль. На вопрос, чем, собственно, ей не нравится, она ответила, что в первую очередь ощущением китайской подделки. Так вот, вли этого ощущения, несмотря на иероглифы, не возникает. Но все же остается вопрос, сколько проедет этот удачный китаец, и можно ли будет его продать с приличным пробегом, и главное, за сколько, вот этот вопрос пока открыт. А по недостаткам, ну, тут знаете ли, цена играет роль. Цена L7 значительно ниже, чем у нового X3 или Q5, и стоит ближе к Santa Fe. А есть еще XSeed VX, который, ну, вот новый рестайлинговый, стоит либо столько же, сколько L7, который продается здесь уже в наличии в России, либо аж на миллион дешевле будет стоить L7, чем вот этот вот XSeed VX. Но все эти автомобили по уровню комфорта и рядом не стоят с L7, L9. Я сначала в это не верил. Китаец есть китаец, барахло есть барахло. Но вот повладев вот этот период времени, у меня несколько поменялось впечатление прежде всего. Поэтому, вот я, как я и говорил, да, блин, надо брать в аренду и пробовать. Если нет денег на аренду, можно просто найти тех, кто дает тест-драйв, попробовать тест-драйв, и на тест-драйве вот это уже будет ощущаться. Уровень комфорта в автомобиле, он сразу будет ощутим. Ну, а что касается каких-то моментов, которые ни мне, ни вам не нравятся, то других автомобилей у китайцев для нас нет. Ваши интересы им безразличны. Они делают автомобили для себя и пользуются китайскими сервисами за рулем и на отдыхе. Любят петь в караоке. Средний рост китайского мужчины 165 сантиметров, средний рост россиянина 176 сантиметров. И китайцам пофиг, что у них все автомобили, у их автомобилей короткие сиденья. Их мир, это в основном мир невысоких людей. Российский рынок им не интересен. И фактически китайцы позволяют вот этот самый параллельный импорт автомобилей, пока не затронуты их интересы. И вы либо принимаете эти условия и сами как-то адаптируетесь под китайский автопром, либо платите двойную цену за европейцев, японцев, корейцев, ну и получаете более-менее такой привычный вам уже автомобиль с прогнозируемой ликвидностью, что тоже важно, кстати. Но точно так же вы будете переживать. А не отключат ли вам что-то там удаленно? Хотя японцев и марок без какой-то там обязательного подключения к интернету, это, наверное, все же не касается. Не касается этой садовой техники, на которую вы можете посмотреть в Ситилинке. В описании к этому видео я подготовил для вас набор, как обычно, набор ссылок на интересные товары в Ситилинке, которые будут передвигаться и работать, независимо от того, есть у вас интернет или его нет. Переходите, пожалуйста, по ссылкам, так вы и поддержите наш канал. А если захотите что-то купить, то вообще будет замечательно. Спасибо! Мне показалось, что этот автомобиль L9 не для тревожных людей, которые опасаются завтрашнего дня. Но напомню, что без личного опыта эксплуатации покупать китайский, совершенно неизвестный вам автомобиль совершенно точно не стоит. Раскошельтесь на пару дней аренды и не так важно, где вы это сделаете. Просто посидеть в салоне и владеть автомобилем – это совсем разные вещи. На свои вопросы я ответил, надеюсь, что вам чем-то помог. И передаю всем привет, с кем познакомился в очереди на зарядке во время этих тестов. Всего вам хорошего, друзья! Пока!